I see pink, I see brown, I stand up and I see down, I see red, I see blue, I see you and you and you. Илья увлекается английским, любит математику, чтение и спорт. Его заветная мечта – самостоятельно передвигаться. С рождения ему поставлен диагноз – детский церебральный паралич. Мальчику сложно ходить, но его любящие родители, бабушка и дедушка, стараются наполнить жизнь своего особенного ребенка интересными занятиями и счастливыми эмоциями. С малых лет он общается с лошадьми. Долгое время верховая езда была единственной возможностью ребенка почувствовать радость движения. На лошадях ты, короче, кругами ездишь вокруг одной территории, но там в конце занятия разрешают покормить лошадку сахаром. Я кобзе вообще люблю, он спокойный. Покормишь сахаром, он еще лучше катает. Но монгол тот вообще бешеный. Монгол его покормишь сахаром, он как бешеный носится. Да еще и пытается ненароком свернуть с трассы. Этот парень мне не очень. Год назад родители Ильи решили сделать мальчику подарок. По интернету заказали ему специальный ортопедический велосипед для детей с ограниченными возможностями. Он был сделан специально для Ильи. Ребенок получил возможность совершать длительные прогулки по городу. На нем он ездил на парад 9 мая на прогулку в парк Адара. Теперь он лишился этой возможности. Несколько дней назад велосипед украли из подъезда вместе с замком, которым он был пристегнут к трубе. Велосипед мы хранили в подъезде, потому что он большой велосипед. Он длиной в метр шестьдесят, высотой почти в полтора метра. Весит около девятнадцати килограмм. То есть каждый день его поднимать и спускать очень тяжело. Это проблематично. Он сам по себе габаритный. И в квартиру его поставить просто, чтобы он стоял невозможно. Ночью мне позвонил молодой человек и предложил выкуп за наш велосипед. Я сказала, пожалуйста, давайте встретимся. Он мне предложил перечислить деньги на его мобильный телефон. Насчет мобильного телефона. А потом он нам подвезет велосипед. Ну, то есть понятно, что этот человек из ряда мошенников. Выяснилось, что номер звонившего московский. Мошенник, видимо, увидел объявление о пропаже на интернет-сайтах, которое разместили родители Илье. И решил воспользоваться случаем нажиться. Сегодня надежда вернуть велосипед тает с каждым днем. Они надеются на отзывчивость горожан, которые могли увидеть приметную технику и сообщить об этом. Ведь таких велосипедов в городе всего три. Верните нам, пожалуйста, велосипед. Для вас это развлечение, покатали и выбрались. А для нас это возможность передвижения. Для нас это жизнь. Екатерина Станиславская, Юлия Тимошенко, Лев Нескромный. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok